Постоянное сотрудничество с иностранными учеными приносят Владимиру Зуеву и его институту мировую известность и широкие международные связи. Трудно поверить, но еще в 69-м году в областной газете Владимир Евсеевич пишет о целесообразности стажировок и обмена опытом между томскими и американскими учеными и студентами. А в 90-м ему и вовсе удается сделать невозможное. Сегодня мировую славу Томску приносят его ученые. Симпозиум проводит институт оптики атмосферы. Его открывает член-корреспондент Академии наук Владимир Евсеевич Зуев. В хронике того времени забыли сказать лишь об одном. Международная конференция проходит в закрытом городе. Томск для иностранцев официально откроют лишь год спустя. Для Зуева тогда сделали исключение. Так, благодаря настоятельной инициативе Владимира Евсеевича, наш город был открыт для мировой науки. В то время в газетных передовицах академику Владимиру Зуеву давали следующее определение. Единые во множествах. Его жизненный график почти не имел свободных окон. Директор института, руководитель Академгородка, член обкома партии, главный редактор журнала, член международных обществ и ассоциаций, депутат Верховного Совета. Поверьте, это далеко не полный список его обязанностей. Вот эта разносторонность его деятельности и умение в каждой сфере деятельности творчески работать. Вот это, знаете, этот талант, это просто природный талант. Вот. Поэтому такие личности уникальные. Они и входят в историю. Ведь он, вот, значит, научные статьи писал в самолетах, при командировочных перелетах. Вот. Мы, вот, собираясь без него, там, так сказать, между собой обсуждали, ну как это можно. Понятно, что при таком ритме жизни, когда и на науку не оставалось времени, Владимир Зуев не так много времени, как хотел бы, уделял и своей семье. А ведь у него было трое детей и свой генерал. Именно так Владимир Евсеевич называл свою жену Нину Ивановну. Как приедем в Москву, он никогда, Большой театр билетов приобретем, он опять звонит. Мать, кого-нибудь ищи. Я у Кирпичникова. Я у такого-то. Я у другого-то. Вот так вот и всю жизнь он как-то был не для себя. Он жил-то не для себя. Это даже не для семьи. Он как-то вот какой-то, чтобы как можно больше сделать. 24 часа для него это было мало. Они поженились, когда Владимир Зуев был еще солдатом. После его поступления в университет Нина Ивановна приехала в Томск вслед за мужем. И далеко не все однокурсники знали, что их бессменный староста, профорка факультета и сталинский стипендиат к пятому курсу был еще и дважды отцом. Их с женой самые трудные, но при этом самые счастливые годы прошли в знаменитой пятихатке, в маленькой комнатке, где раньше размещался туалет. В одном из интервью Владимира Евсеевича попросили вспомнить о самых ярких впечатлениях того времени. Ответ был абсолютно неожиданным. Покупка первой своей кровати, вот через несколько лет после этого, на себе принес эту кровать, скажем, из универмага в пятиэтажку. Это было какое-то непонятное счастье. Вы человек сентиментальный. Я думаю, что вы заметили, вот уже гаданный вопрос. Что боится, выключите. Он всю жизнь не позволял себе быть слабым, проявлять излишние сантименты и эмоции. Но это вовсе не значит, что этих эмоций он не переживал. Я безумно завидую самой себе за то, что я была членом этой семьи, за то, что у меня был такой папа. Мне с ним связано, наверное, самое лучшее впечатление от жизни, потому что с ним было безумно интересно разговаривать. Он безумно много знал. Огромное желание было, что дети умели плавать в бассейн, в первую очередь. Как его открыли в Томске, он их записал. Потом купил пианино, чтобы они понимали музыку. Будут играть, не будут, но музыку... Он сам хорошо играл на гитаре и на мандолине. То, что академик Зуев увлекался музыкой, знали немногие. Зато о его спортивных пристрастиях всем было хорошо известно. В его расписании даже были так называемые ходовые дни, когда количество выполненных упражнений равнялось количеству прожитых лет. Я вспоминаю впечатление Пронягина. Он тоже был делегатом нашей партийной организации на съездах. Вот он когда возвращался и говорит, Владимир Евсеевич утром поднимается в 6 утра и бегает вокруг гостиницы «Россия». Он же тут всех руководителей заставлял бегать на лыжах. Это обязательно так. Или когда зимы нет, кроссы всякие придумывают. Среди бегущих непременно был и сам Владимир Евсеевич. Проигрывать на лыжне, как и в жизни, он не любил. Поэтому, когда однажды его обошел член-корреспондент Большаков, разгорелся нешуточный спор о том, кто меньше срезан на поворотах. Во второй половине 90-х Владимир Евсеевич Зуев был вынужден сойти с дистанции не спортивного, а директорского забега. По уставу Российской Академии наук, руководители институтов и научных центров, достигшие 70 лет, должны покинуть свои посты. Когда человек после такого взлета и уровня, масштаба, потом по возрасту должен освободить свое место, это болезненная реакция. Последние годы, конечно, для него были психологически очень непростыми. И спасибо-то толку никто не сказал. Не, ну, наверное, многие сказали, но, наверное, многие, от кого он ждал, не сказали. Это были годы перестройки, когда менялись не только государственные, но и человеческие приоритеты. Зуев не принял это новое время, а время не приняло его. Если это будет продолжаться долго, то фундаментальная наука, по крайней мере, экспериментальная, помрет. Наука так себе, а деньги – это безумно важно. Я думаю, что это его очень сильно травмировало. Он этого понять не мог. И мне кажется, что он даже ушел. Вот так вот отгородил от себя и ушел в болезнь, только чтобы не верить этого. Вот я не знаю, может, я ошибаюсь. Свою последнюю книгу о истории создания академической науки в Томске академик Зуев посвятил не соратникам, не ученикам, а своей жене, детям и внукам. В последние годы его жизни, пожалуй, только они и были рядом с ним. Звонили и навещали Владимира Евсеевича немногие. Кому-то мешали старые обиды, кто-то не сошелся характером с его женой, а кто-то просто был занят своей жизнью. Вот иногда говорят, да, что вот, ну, что, так сказать, малый летел, что старик, да, у него такая была светлая улыбка, вот, когда кто-то приходил, он буквально расцветал, и я не знаю, и вот эта доброта, которая была в нем всегда, вот эта работа, вот с моей точки зрения, она немножко ее как-то, это самое, зажимала, да, то вот тут она вся. Екатерина Егоровна Сироткина была одной из тех немногих, кто приходил в дом Зуевых в тот непростой для них период. Я ведь с ним в дружбе никогда не была, но когда вот он попал и заболел вот так вот, я поняла, что человека нужно поддерживать, помогать ему нужно. Он ведь очень многое сделал. В Академгородке сейчас стали иначе, значительно теплее, вспоминает его, и заслуги его вспоминают, и все, и вот то, что открыли вот ему памятник, вот этот памятник сейчас, вот это вот все. Это ведь возрождение. Смотрите, столько лет он умер, а только сейчас все это началось. Люди переоценили. В октябре этого года в Академгородке появился не только памятный камень, но и площадь имени Владимира Зуева. Время все расставило по своим местам. И когда-нибудь сюда обязательно приедет из Австралии черноглазый мальчуган, которого зовут Владимир Валид Зуев Альбаша. Он родился после того, как его прадедушке и стало. Но кто его знает? Может быть, Зуевский характер даст о себе знать, и ему тоже захочется стать победителем. Субтитры подогнал «Симон»!